здравствуйте друзья хотел рассказать вам о процессе который тот час запустился обсуждается проект реформы здравоохранения который наконец вот опубликовали республиканцы в палате представителей наступил момент когда после 8 лет или там сколько лет прошло грубо говоря криков и истерик о том что обама керр это зло наступил момент сказать ну хорошо но вот здесь какая-то замена обама керу и потому что до этого крики про зло были а никакой альтернативы не было то есть было много-много лет для того чтобы что-то предложить но как-то не предлагали и даже не было обсуждения толку хотя говорили что есть несколько разных платформ и вот как-то так вот значит но но как бы есть и как бы и нет то есть ничего такого не было чтобы показать поэтому с одной стороны конечно вот это нагнетание истерии из террористической угрозы и с медикером и то что обама всю страну развалил это что работы якобы нет стране и так далее это как бы такая чисто пропагандистская фигня знаете мне что это напоминает был такой в советское время анекдот такой ирония такая проявлялась по отношению к советской этой пропаганде говорят что такое философия а это говорят когда в темные комнаты ищут черного кота это что такое марксистка ленинская философия а это говорят когда в темной комнате ищут черного кота заранее знают что его нет заранее знаю что его нет а что такое современное но вот там расцвет советской власти то что я за столбит а что такое современная марксистка ленинская философия а это говорят когда в темной комнате еще черного кота заранее знаю что его нет и время от времени покрикивая ага попался так вот у нас вот это вот сейчас ага попался не то что время от времени а по нескольку раз на день вот но и в итоге вот сейчас вот вот такой момент но все-таки надо что-то показать как бы хотелось бы вот не в пропагандистских целях то есть показать это все-таки они действительно хотели что-то реформировать но насколько они способны это вопрос обама тоже хотел как лучше найти а получилось как у них всегда бывает и вот опубликовали реки проект к этому проекту уже там сейчас свыше сотни поправок от конгрессменов там соответственно не не то что с улицы там люди вот не то что я там напишу поправку нет от тех кому положено обсуждать там поправки вносить значит поскольку в республиканской партии нет единства по вопросу того как надо делать реформу если люди более консервативные более консервативные у них философия такая что государство не должно смешиваться то есть не нужно субсидий никаких там и так далее это должно происходить как-то вот без этого иначе мы становимся тогда социалистами и либералами если начинаем из общественных фондов туда значит это как бы более такие консервативные есть менее консервативные который год но если бедные то тоже нельзя же там как-то не обращать внимание некоторые говорят и это правильно они говорят что когда уже кому-то что-то дали вот эти интайтлмент то их отнять невозможно вот так же поди сегодня отними например там медикер или там пенсию по старости было время же не было пенсии по старости было время не было вот этой медицины государственной понимаете а иди отними вот поэтому как бы некоторые республиканцы говорят что вот нам обама подгадил тут потому что он дал что-то людям дотацию на покупку страховки медицинской иди вот теперь отними но в реформе которую сейчас предложили это же сейчас идет такой танец знаете там с копьями там на баданга там тегат на баданга там реформа на баданга вот они там скачут вокруг но дальше это просто так не пройдет потому что там очень много противоречий внутрь заложено то есть мы не не имеем ввиду что вот то что сейчас есть она пройдет нет понятно что обрастет там чем чем сможет если вообще пройдет даже с поправками это отдельный вопрос но там заложено субсидия тоже посмотрите но этот субсидия размер субсидии он не только там по бедности но он еще и от возраста вот чем больше возраст тем больше там субсидия но это субсидия и вот там на консервативном фланге республиканском говорят так это обама керр 2.0 это что же это такое то где же где же будет консервативный подход то еще один обама керр только вот там но с квадратными спицами знать там вместо круглых там есть удивительная вещь состоящая в том что предлагается налоговые льготы во-первых компаниям которые в этом бизнесе находится видимо идея состоит в том что если у компании забрать меньше там денег в налоги то соответственно компания сможет дешевле отпускать как бы услуги там и так далее хотя я бы сказал что это очень спорная штука потому что есть инвесторы там есть кому деньги взять если так вот надо на то пошло вот поэтому я думаю это очень спорная штука мы посмотрим и дальше что еще да и гражданам побогаче вот им тоже я там не вникал глубоко там в текст поскольку я хочу посмотреть на то чем это станет когда они его принимать будут поскольку там понятно что все это будет делаться и переделываться и не исключено что она вообще не пройдет никуда потому что одно дело у них там заметные перевес в палате представителей вот а дальше она должна в сенат еще пойти а в сенате у них практически никакого перевеса нет то есть технически технически на два голоса больше у республиканцев но там есть такие республиканцы что уже никакие либералы не нужны вот так что то есть они скажем могут чаще голосовать демократами чем чем с другими республиканцами тут дело такое это тоже понятно потому что они избираются от разных штатов и в разных штатах разная ситуация и по разным люди видят искать жизнь то есть они как бы отражают не не партийную точку зрения все-таки а точку зрения своих избирателей в контексте партийным конечно там консервативному либеральным поэтому многие говорят что это эта реформа она абсолютно как бы похоронена по прибытию в сенат она будет похоронена сразу и без без вариантов так тоже говорят и это похоже на правду действительно ну посмотрим опять посмотрим удастся ли им что-то такое сделать удастся ли им каким-то образом привлечь на свою сторону может быть каких-то демократов я не знаю то есть опять надо менять что-то законопроекте в этом и так далее несколько фишечек из обама кера там они очень популярны и вот эти фишечки там остаются то есть то что до 26 лет дети могут быть застрахованы на полисе страховом полисе своих родителей это там есть там есть еще такое что человеку нельзя отказать в страховке если он пришел за страховкой отказать ему нельзя и это как бы существенно что там еще есть но там знаете еще что интересно получается вот допустим человеку надо идти делать операцию и он атаку страховки у него нету надо идти делать операцию пойду куплю страховку отказать ему нельзя вот представить и раньше вопрос не продавали а сейчас ему отказать нельзя и тогда они на этот счет там придумали там какую-то систему пеналти там то есть страховка это будет стоить ему на там существенно дороже но я хочу сказать что когда допустим надо потратить 30 40 50 тысяч на операцию да можно заплатить за страховку за три месяца потом опять отменить не ничего страшного даже если это дороже но в общем у них там интересные такие фишечки просматриваются посмотрим это сложная штука как сказал недавно президент трамп кто же мог подумать что здравоохранение такая сложная штука конечно не когда сам то так брать все просто когда деньги есть да что еще сказать что там интересного непонятно непонятно тоже непонятно откуда деньги если субсидия непонятно откуда деньги чтобы нельзя было отказать понятно что страховая компания да сейчас мы это просто значит страховая компания не хочет брать людей где видишь чтобы быть какие-то намечают вот но если им запретить этих людей от от ним отказывать да то тогда возникает вопрос а кто компенсирует за за то что вот они берут вот этот бизнес который убыточный все остальные компенсируют поэтому с одной стороны мы говорим оно должно вырасти в цене но в случае затраты страховых компаний растут с другой стороны чем компенсировать раньше они компенсировались обязательным страхованием или штрафом если он обязательно не застраховался а сейчас они отменяют вот эту вот вещь которая обязательное страхование и тогда получается что и денег то нет на это дело надо сказать что фишечка с обязательным страхованием поделила страну пополам то есть вот недавно был опрос пару дней назад буквально еще до того как опубликовали реформу был опрос о том как люди относятся американцы относятся к разным там фишкам реформы здравоохранения так вот вот эта фишечка с тем чтобы обязательным было страхование а если что штраф плати это штучка припита фишечка примерно так население страны поделила пополам то есть не то чтобы там 80 процентов возмущенно отвергают нет они как но кто-то должен платить правильно значит мы все должны платить если вы подумаете о системах таких социальных здравоохранения там это все субсидируется государством соответственно из наших народных налогов то есть мы все платим мы все равно все платим то есть в той форме или в этой но и раз из общественных фондов значит субсидируется соответственно мы все платим а здесь получается что значит какие-то люди уклоняются от того чтобы платить в общую систему которая всю страну должна страховать ночью нет такого до чтобы большинство как и категорически было значит против нет вполне и верховный суд когда-то сказал что в этом это является конституционным то есть там требовали признать не конституционным признали конституционным с большинством в один голос конечно но признал так что вот эта тема которая сегодня не только сегодня и вчера тоже была эта тема которая сейчас обсуждается я думаю там сейчас уже специалисты подключиться и будут там дальше смотреть но в общем-то да очень интересная вещь произошла тут передают с некого совещания закрытого где значит трамп обращался к республиканским законодателям и он им сказал что если значит вот они провалят эту реформу а он сто процентов за ней конечно но он другой делал что сам лично не понимает о чем там речь то есть ему как бы скажет вот он да но вот если вы провалите сказал он то на выборах которые тоже меньше двух лет осталось на выборах где будет переизбираться палата представителей полностью и сенат там на треть будет дословно устава кровавая баня бланба вот вас вам устроить кровавую баню выдачном потеряете свои должности но я думаю что президент нашего нельзя воспринимать буквально вот тут по поводу его обвинение обамы что там прослушку не оставили тут один серьезный у него есть там как бы чак поддерживающего человек среди республиканского истеблишмента и вот ему говорят как вот вы относитесь он говорит ну он журналисты это слишком буквально воспринимают дословно он год слишком буквально воспринимают они не так он сказал слишком часто он сказал слишком часто буквально воспринимают то что говорит наш президент то есть то что говорит наш президент нельзя воспринимать буквально это как бы говорят люди которые знают о чем говорят так что Мы тоже не будем Не будем ожидать Кровавой бани Хотя легкого пути у этой реформы Не будет Посмотрим, что сказать Конечно, всем хочется, чтобы и страховка была И чтобы дорого не было И качество было хорошее Медицинское обслуживание Всем хочется и на левом фланге, и на правом Вопрос, как это сделать, кто будет платить Поэтому Ну пусть уже карты в руки У них и президент, и обе палаты Давайте, ребята Счастливо